история которая сказал шейх рассказывал шейх история про человека который пил вино пил спиртное рассказывает человек из-за мать таблик радостный вот пришли мы к такому человеку он все время пьет и у него в руках кружка со спиртным там с вином им и мы говорим мы пойдем с нами пойдем делать намаз пойдем с нами а он сказал не хочу не хочу я вот хочу пить я пью вино я не буду делать то что вы делаете потому что я пью вино они сказали ничего давай мы тоже мы возьмем твое вино вместе своим вином прям идем с нами в мечеть давай даже мы тебе поможем понесем это вино для тебя и взяли взяли это вино и пошли с этим человеком в мечеть и посадили его вот сиди пей если хочешь и стали делать намаз они делают намазу сидит пьет потом закончили намаз потом серии возле него что и наливают ему к если он хочет пить наливают ему его вино и рассказывают и рассказывают и вот этот человек увидел этот алкоголик там или как человек пристрастившийся к спиртному видел такое обхождение хорошее это рассказывать радостно да этот человек из джамат таблих как они наставили до человека вот он видел такое уважительное отношение к нему такую заботу о нем что же вино ему наливать понесли вино принесли налили и вот проникся и раскрылась его сердце он наставился с тех пор на прямой путь вот такие вот вещи ящик сказал ему доставить вас аллах подайте под проклятие тот кто несет вино помогать нести его это попадает под проклятие сколько человек наставился на прямой путь то что кто-то наставился через них на прямой путь разве это критерий того что они на правильном пути нет через разные заблудшие группы люди иногда приходят к ислам и иногда прочитать работы востоковедов заблудших и приходит к ислам не значит что путь этих востоковедов правильный если через кого-то пришел человек и сама что это пути их правильный